Ростов сегодня. Это планерка главы администрации, где обсуждался ход ремонта внутриквартальных проездов и красно-оранжево-синее оформление города к его дню рождения. Это два килограмма наркотиков в недрах автомобиля и мастерское служение для старта молодых госслужащих, а также разговор с министром спорта об инфраструктуре от ростовского дворца спорта до базы в Новомихайловке. Ростов сегодня – это ретро-ралли музейных экспонатов по любимым местам писателя Шолохова и спасение животных от жары в зоопарке водой с шлангой и мороженым. А еще это поход на старый базар за овощем, в названии которого что-то взято от Брока, что-то от Коли, три игрока Ростова среди 33 лучших футболистов прошлого сезона и пасмурная, влажная, но сухая среда за окном. На Первом Ростовском информационная программа «Ростов сегодня» и ведущая Мария Филинкова. Здравствуйте. Ямочный ремонт внутриквартальных проездов сделан в Кировском и Ленинском районах Ростова. Остальные обещали подтянуться к началу учебного года. Этот и другие вопросы обсуждали сегодня на расширенной планерке главы администрации. В этом году планируется привести в порядок больше 50 тысяч квадратных метров дорог во дворах, потратив около 80 миллионов рублей. Полностью ямочный ремонт сделан пока только в Кировском и Ленинском районах. Остальные обещают закончить до осени. Напомню, внутриквартальный проезд – это кричащая проблема, которая уже неоднократно, каждый день, не первый год, идут от жителей. И вот посмотрите, когда район отрабатывает плохо, как в результате в городе получаются некомфортные условия. В этом году частично что-то мы исправим. Также в 2023-м выделяется 77 миллионов рублей на благоустройство дворов. 50 миллионов из областного бюджета и 27 из городского. Определено 19 дворовых территорий, многоквартирных домов в границах районов города Ростова-на-Дону на общую сумму 63,2 миллиона рублей. Это 6 территорий в Ворошиловском и 13 территорий в Октябрьском районе. В настоящее время заключено 10 муниципальных контрактов, 4 в Ворошиловском, 6 в Октябрьском. Глава администрации ремонт внутриквартальных проездов оценил на хорошо и поручил главам районов контролировать качество работ. Красно-оранжево-синим станет к своему дню рождения Ростов. Ведь украсить его решено именно в таких цветах – синим и красно-оранжевым. Последний вариант, кстати, мы особенно поддерживаем – это цвет нашего телеканала. В сентябре мы с вами отпразднуем 274-ю годовщину города, и при праздничном оформлении его будут использованы щиты, баннеры, флаги в базовых цветах со снимками главных достопримечательностей. Администрация приглашает предприятия, организации, горожан, желающих поучаствовать в украшении ростовских улиц, делать это в едином предложенном стиле. Два килограмма наркотиков обнаружили донские полицейские под обшивкой минивена, отрабатывая оперативную информацию. Произошло это на 993-м километре трассы М4 Дон. Под подозрение в незаконном обороте запрещенных веществ попал 39-летний крымчанин. Свой груз, а именно фасовочные материалы, банковские карты, электронные весы и, главное, два килограммовых свертка с веществом белого цвета, он спрятал в автомобиле в двух тайниках. Исследование показало белое вещество наркотик N-метилофедрон. Он, по версии полиции, задержан и сбывал его в Ростовской, Липецкой, Воронежской, Тульской и Московской областях, а также в родном Крыму. Преступник заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производства и сбыт наркотических средств», по которой ему грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время правоохранители проводят ряд оперативно-профилактических мероприятий, направленных на установление иных участников преступной деятельности. Расследование продолжается. Мастерское служение собрало в Ростове 120 молодых госслужащих из Южного и Северокавказского федеральных округов, а также новых российских регионов. Это выездная сессия федерального проекта «Госстарт», цель которого – поднять имидж государственной службы, привлечь в нее амбициозных, талантливых людей и передать им опыт ведущих представителей власти всех уровней. Что нужно изменить в государственной службе, чтобы заинтересовать работать в ней молодежь? Диалог в формате «Вопрос-ответ» с опытным госслужащим, в данном случае заместителем губернатора, часть обучения в мастерской служения. Ее собрал в Ростове в Южно-Российском институте РАНХИКС федеральный проект «Госстарт» для работы с молодыми государственными и муниципальными служащими. Вы знаете, мне кажется, нужно дать молодежи возможность как можно больше давать людей и свежего взгляда в работу. На выездной сессии 120 молодых людей из ЮФО, из КФО, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 18-летняя Александра Шостак свой путь на госслужбу начала со стажировки в Министерстве по молодежной политике Запорожья. Осталось там работать и сегодня готова учиться чему-то интересному у коллег. Эта программа позволяет обменяться опытом с другими ребятами. Этот опыт я могу применить в дальнейшем в моей работе. И, конечно, это позволит развить мои лидерские способности, возможно, даже какие-то ораторские. Я получу здесь практики, поэтому это нужно. «Госстарт» – программа для помощи в развитии молодым госслужащим. Ее цель – повышение имиджа госслужбы, привлечение в нее людей, способность стать действительно эффективными специалистами и развивать их профессиональные качества. «Основная идея этой программы – это объединение всех молодых служащих. Это популяризация государственной службы и муниципальной службы. Всего в стране у нас более 200 тысяч молодых государственных служащих. Их нужно объединять, их нужно обучать. Поэтому была разработана такая программа, как «Госстарт». «Те молодые ребята, которые здесь сегодня с нами познакомятся, они через 5-10 лет будут принимать самое активное участие в управлении регионами и страной». Желающих управлять регионом и страной немало, но для начала их нужно четко направить. Бабушка 17-летнего Авраама Суворова была федеральным судьей и с детства заинтересовала внука госслужбой. Он успешно окончил Белоколитвинский кадетский корпус и теперь студент университета юстиции. Мечтает приносить пользу обществу служением. «В первую очередь стоит начать с простого народа, людей с глубинки. Спросить у них, а что вам нужно, в чем вы нуждаетесь. Это люди, которые действительно знают проблемы, которые происходят в стране». Проект «Госстарт» дает возможность молодежи стажироваться в федеральных и региональных органах власти, помогает сформировать управленческий резерв. Лидия Романченко, Роксана Базазян, Юрий Санкин. Первый. Ростовский. Что огромное пряталось в подвале Дворца спорта и какое отношение имеет ростовский спорт к Черноморской Новомихайловке. Об этом, а еще о развитии инфраструктуры и подготовке резерва говорили сегодня журналисты на пресс-конференции министра спорта. Разговор с министром по инфраструктуре начинается с крупнейших объектов. Точнее, с того из них, которого нет. Многострадальные гонбол-арены, по всей видимости, Ростов-Дон с болельщиками так и не увидят. В Минспорте ждать исполнения обещаний инвестора не стали и построили универсальный манеж в училище Олимпийского резерва, что позволило, наконец, закрыть на реконструкцию Дворец спорта. Кстати, работы в нем, по словам министра, график опережают. Уже закончен весь демонтаж, провели экспертизу, усилили конструкции. И распрощались с просто безразмерным старым холодильным оборудованием 1967 года выпуска. Даже представители высшей хоккейной лиги, которые на нас жалобы писали, они, когда зашли и увидели это оборудование, они извинились и уехали. Понимаешь, они говорят, в России нет больше такого рабочего оборудования. Я не знаю, как вы его поддерживаете. И хладогенов таких нет. Практически под всем Дворцом спорта подвальное помещение забито вот этим вот оборудованием. Холодильное оборудование такой же мощности поместится вот в контейнере вот такого вот размера, как вот эта вот комната, где мы сидим с вами. Вот. Это позволит создать дополнительных, большое количество дополнительных площадей. Теперь Полезная площадь увеличится в полтора раза. И появятся новые фитнес-залы, раздевалки, душевые. В общем, будет круто, обещает Самвел Аркелиан. Сдать Дворец спорта планируют как минимум на полгода раньше, до лета 2025-го. На обновленной площадке будут играть гандболистки и хоккеисты. Ледовых видов спорта, потому что там будут телескопические трибуны, они будут раздвигаться. Ледовая арена, она чуть побольше. Там будет на три с половиной тысячи мест. На стадии ремонта или строительства сейчас и фоки, и на Грибном канале, и в ДГТУ. Бассейн с игровым залом в Звереве. Дворец «Красный котельщик» в Таганроге. И это только крупные объекты. Когда 10 лет назад в Минспорте начали создавать концепцию развития инфраструктуры, заметили, заниматься желающим просто негде. И вот уже по области 286 универсальных спортплощадок. А у ростовских спортсменов скоро появится своя база для сборов в Новомихайловке. Спортивный центр на Золотом береге будет являться нашим предметом особой гордости, потому что эта база не функционировала более 11 лет. Мы ее поэтапно восстанавливаем. Там будет возведено 5 спортивных сооружений и спортивных площадок для занятий 20 видами спорта, если взять. И мы хотим там сделать центр спортивной подготовки для наших сборных команд Ростовской области. Масштабные планы и на территорию старого аэропорта. До 27 года там возведут центр олимпийских, паралимпийских и суртлимпийских видов спорта. На участке в 2 гектара будет 9 спортзалов, 25-метровый бассейн, база для проживания спортсменов и так далее. Марина Черных, Владимир Савилов, Первый Ростовский. О сколько раз твердили миру правила безопасности на воде, но не доходят они до многих. Может, где-то слишком официально ведут профилактическую работу, где-то слишком навязчиво. Но у нас сегодня совсем другой пример подхода к делу. Наглядный, а главное интересный, с лодочным переворотом. Спасаться из воды надо учиться в воде. И желательно после громкого в нее падения. Тренировочного, естественно. Тогда оно и в реальности шокирующей неожиданностью не станет. Сотню детей из Ростовской и Запорожской областей ДНР из Таврополья собрали на несколько дней в полевом лагере на сбор на берегу карьера «Долгий». Это в Каменском районе. И заменили лекции с памятками-практикой, уроками с плаванием на надувных и парусных лодках, байдарках, каяках и сапах. Ведь чтобы человек не растерялся, выпав из лодки, его надо научить переворачиваться. Раз! Два! Давай, оп! Молодцы! Один забирает весло, второй везет байдарку! На этом учебно-тренировочном сборе проекта «Вектор безопасности» с детьми работают студенты из спасательного отряда ДГТУ, профессиональные инструкторы и водолазы МЧС. Мы показали детям и научили их, как оказывать первую помощь утопающему на воде, как буксировать пострадавшего либо утонувшего человека на берег. Второй нашей задачей является профориентирование будущего молодого поколения в том, чтобы они в дальнейшем, возможно, выбрали для себя профессию спасатель. Спастись самому и помочь другому – основные навыки занятий. Но главное, конечно, понять, как до опасности не доводить. А это и спасательный жилет там, где он необходим, и правильная работа с веслами. Синхронно! Раз! 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 Левый перегребает! Левый чуть подтабань! Когда интересно что-то делать, установки инструктора сами оседают в памяти. Перевернулся, выплыл в лес снова. И действия отработал, и искупался, и привык, казалось бы, чрезвычайной ситуации. Я научился плавать нормально. И научился спасать людей из воды. Мне больше понравилось это оказание первой помощи. И хорошо запомнилось это. Нам сегодня должны еще показать, как правильно накладывать бинты и жгуты. И даже простой обед на берегу карьера становится приключением с лучшими блюдами в истории кулинарии. Очень вкусный сок и перловка. Ну и серьезно. По данным спасателей, с начала лета в Донских водоемах утонули 39 человек, в том числе трое детей. Ведь часто при этом рядом много людей. Но они просто не знают, как помочь наглотавшемуся воды человеку в секунды, когда его еще можно спасти. Алина Николаева, Первый Ростовский. Система добровольной сертификации, сделанной на Дону, отмечает в этом году 10-летний юбилей и расширяется в направлениях. Теперь в нее включены бытовые услуги. Оксайский салон стал сегодня третьим в бьюти-сфере по красоте со знаком качества. Массаж лица, очищение и уход за кожей, микротоковая терапия – все, что поддерживает привлекательность без медицинского вмешательства в перечне услуг Оксайского салона красоты. Компания успешно работает уже больше 16 лет. Клиенты ей доверяют. А теперь это доверие подтверждено документально. Директор департамента потреб рынка вручает сертификат и знак качества «Сделано на Дону». То, что вы стали ее участником, это, конечно, большая ответственность для вас. Мы думаем и надеемся, что те обязательства, которые вы берете на себя сверх повышены в качестве оказыванных услуг, безопасности для наших клиентов, для наших жителей Гостовской области, они должны быть на высоте. Нас действительно проверили, действительно сверили все стандарты обслуживания. И для нас это гордость, что мы подходим, что мы отвечаем всем запросам современного человека на красоту. И тому доказательство вот данный знак. Эксперты проверили все, что должно быть у каждого предприятия бьюти-сферы. Интересно и как компания решает вопрос импортозамещения. Подскажите, пожалуйста, по импортозамещению ваше косметическое средство, как вы приобретаете? Есть проблемы или какие-то нашли аналоги? Да, мы действительно нашли аналоги. Эти аналоги выигрывают в выгоде с ними сотрудничество. Это наш российский бренд, родина его в Санкт-Петербурге. Мы сейчас активно с ними сотрудничаем. Я была на заводе, видела лично все этапы этого производства. Участие в системе добровольной сертификации дает компаниям дополнительные возможности. В прошлом году мы запустили совместно с оригинальным агентством поддержки предпринимательства новое направление микрофинансирования. Но для участников сделано давно. Пониженная ставка не как коммерческая, в банк придешь. И условия более демократичные. Льготные кредиты вскоре станут доступны для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. А пока такой финансовой поддержкой воспользуется Оксайский салон. Алина Николаева, Первый Ростовский. Автомобили Михаила Шолохова, которые в свое время возили Хрущева и Гагарина, сейчас не просто музейные экспонаты. Эти ГАЗ-69 и ГАЗ-21 «Волга» в хорошем рабочем состоянии. Они на ходу и готовы стать участниками ретро-ралли по любимым местам своего владельца. Приятно вспоминать обычную процедуру. Это сейчас хорошо. Сел, завел и поехал. И чего надолго не заводится? Вода есть. Ну что ж, пробуем. Кажется, привычные манипуляции. Проверить уровень масла, жидкости в радиаторе. Если бы не одно «но». Эта машина – музейный экспонат, а за рулем – внук писателя Александр Шолохов. Поехали! Крылатая фраза Гагарина – и «Волга» впервые за много лет покидает музейный гараж. Первый космонавт тоже в ней ездил, когда в 67-м году приземлился на Вешенскую землю. Михаил Шолохов встречал Юрия Гагарина на этой самой машине. Такая же модель ГАЗ-21 и тоже черного цвета была и у космонавта. У меня было достаточно много возможностей пообщаться с Юрием Алексеевичем. Тем более, что он действительно был совершенно невероятной симпатичностью человек, привлекательностью, обаятельностью. Я не знаю, любой термин вот из этой области к нему подходит, потому что он совершенно покорял вот этим своим обаянием, своей улыбкой. А это другой экспонат на колесах – ГАЗ-69. Его близнец в 59-м возил Никиту Хрущева, когда тот приезжал в гости к Шолоховым. А Александр Шолохов получил опыт вождения, когда ему было три года, играя в этом газике. Добрался до педали газа и поехал. Тогда все обошлось. Домочадцы вовремя остановили машину. Система запуска двигателя здесь немного непривычная – с педали. А заводили чаще всего вот так. Сначала надо было залить воду. Причем воду, конечно, желательно было заливать горячую, чтобы сразу немножко прогрелся двигатель. Но если ты заливал горячую воду, то в любой мороз, какой бы там ни был, никаких проблем не было. Машина заводилась вот так же с полуоборота. Завести автомобили из музея и проехать в них по двору уже нелегко. А как насчет гонок? Да-да, эти шолоховские автомобили участвуют в авторалли. Проехаться по любимым местам писателя в Вешенской собрались два десятка экипажей-реставраторов. Здесь ретро-авто из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Перми, Иваново. Есть и близнец шолоховской «Волги». Тюнингованный ГАЗ-21 разгоняется до 300 км в час, участвует в различных гонках и привозит к первым местам. У меня установлен восьмицилиндровый мотор от «Чайки», как в советское время были автомобили 21-й «Волги», версии для КГБ, так называемые догонялки. Машины, которые преследовали шпионов на иномарках и ловили их на просторах Советского Союза. Возможности своего автомобиля на контрольной точке Алексей показал во всей красе, пройдя участок трассы за рекордные 46 секунд. Но это позже, а пока пройдены предстартовые процедуры, участникам присвоены номера. Стартуют машины с разницей в минуту, на пути их ждут квесты и контрольные точки с гонками на время. Первый на старте – Газик Шолохова. Сергей Мирошниченко, Тагир Фатахов, Первый Ростовский. Поилки, навесы и бассейны спасают животных ростовского зоопарка от зноя. Свежая вода есть у всех, в том числе течет из шлангов. И если ее не видно, значит она еще и прохладная, так как стоит в тени или охлажденном помещении, рассказали зоологи. Кстати, бассейны в вольерах белых медведей, айона и кометы тоже охлаждаются. Температура в них поддерживается в пределах 15 градусов. В особо жаркие дни в воду вообще добавляют лед. Мишек угощают рыбным, мороженым, других животных – фруктовым. Хотя, конечно, большинство зверушек переносят ростовскую жару спокойно. Кто-то у нас родился, а кому-то помогают африканские гены. Романтический ужин за столом в реке. Что может быть прекраснее в такую жару? Наш корреспондент Екатерина Чурсина заметила счастливую пару через интернет. И сейчас расскажет, что еще восхитило и поразило ростовчан в сети. Еще ростовчане обсуждали прыжок, который претендует на место в книге рекордов, и ежика без претензий гуляющего по Вятской. Буквально запрыгнул в интернет Александр Миронов, ростовский инструктор по акробатике. На театральной площади он разбежался, оттолкнулся и сделал воздушный кувырок длиной 5 метров 70 сантиметров. Теперь трюкач ждет ответа от книги рекордов России, утверждая, до него лучшие из таких кувырков не превышали 5 метров. Александр Миронов еще в 2014 году стал серебряным призером чемпионата мира по прыжкам на акробатической дорожке. С 2016 работал в цирке Дю Салей. Комментаторы хвалят его за прыжок и гордятся земляком. Это могли бы быть мы с тобой. С таким слоганом был выложен в интернете освежающий во многих отношениях пост. Как занесло столик водоем не указывается, да это и не важно. Смотришь и как будто купаешься в воде и прохладительных напитках. Да, с мужем везде хорошо пишет счастливая подписчица, а другая развивает тему. С любимым мужем хоть в омут с головой и с бокалом. На Вятской улице рассеялся утренний туман и показался ежик. Он оказался во дворе, где живут люди и стал героем научно-популярной лекции прохожего. Многие считают, что ежики питаются яблочками, грибочками и чем-нибудь таким вкусненьким. Но на самом деле ежики настоящие хищники. И питаются ежики червячками всякими, жучками, тараканчиками. Так что имейте в виду, захотите ежика, точнее захотите избавиться от какой-то живности, покупайте себе ежика. Вот они такие милашки живут у нас на Днепровском. А я вчера вечером своему ежику, живущему во дворе, насыпала сухого кошачьего корма и положила кусочек сыра. А утром ничего не осталось. Такая умничка, сообщает другая подписчица. И нам остается только завидовать ежиной жизни. И на этом у меня все. Спасибо, Катя, мы идем дальше. Пока Древний Рим пылал от любви к этому овощу, остальной мир просто не догадывался о его существовании. Не Древнего Рима, конечно, а брокколи. Но итальянцы развезли все-таки этот цветущий стебель капусты по дальним краям. А наш старобазарный корреспондент Лидия Романченко с цветущим видом принесла его нам на показ. Лично я считаю, что о пользе брокколи не грех рассказывать хоть каждый день, чем я и занимаюсь, беседуя со своими детьми. Но сейчас еще один весомый повод. Сезон брокколи в самом разгаре. Если бы овощам давали ученые степени, у брокколи точно была бы докторская. Ведь она просто накачана минералами и витаминами, собрав полный набор минимум для человека. А, почти вся группа Б, а еще С, Е, К, П, П и даже У. Да, есть и такой витаминище. Его еще называют эсметилметионином. Он играет большую роль в работе органов пищеварения. И, кстати, содержится в томатах, зеленом, чае, свекле, картошке и молоке. Но вернемся к брокколи. И от ценностей перейдем к цене. Всю зиму брокколи качалось на качелях. То поднимаясь до 400 рублей, то возвращаясь к 300. Март внес в эту качку стабильность. Ценник 350 рублей за килограмм продержался ровно до начала календарного лета. Когда на смену резко пришли более приятные цифры. 180-200 рублей. Но созрел новый местный урожай. И своим качеством он потянет цены вверх. Пока это те же весенние 350. Зато регулярно добавляя в тарелку брокколи, можно сэкономить не только на диетологе. А низкой калорийности ее сомнений не подлежит. Но и на косметологе. Ведь в этой зеленой шапочке бета-каротина или витамина. Красоты больше, чем в морковке и тыкве. Да еще и ретинол, за который и кожа скажет спасибо, и глаза, и иммунная система. Недаром же брокколи рекомендуют добавлять в детское меню и побольше. Благо широта кулинарного применения брокколи позволяет угодить даже привередом. Этот овощ можно есть хоть сырым, хоть в пюре, хоть на гриле вместо шашлыка. Ну или вместе. И напоследок секрет для любительниц поднять настроение шоколадом. Замените его на брокколи. Он не хуже сладостей, поддержит в организме сиротонин, гормон счастья и фундамент хорошего настроения. На этом у меня счастливой все. До встречи. Спасибо, Лида. Мы идем дальше. Три футболиста Ростова попали в список 33 лучших игроков сезона 2022-2023 года. Российский футбольный союз представил его сегодня. И вот, что мы, болельщики Ростова, имеем. Максим Осипенко в тройке лучших левых центральных защитников вместе с Джи Кей и Мойзесом. Даниил Глебов среди лучших правых центральных полузащитников с Бариусом и Литвиновым. И Николай Комличенко с Чаловым и Тюкавиным лучшие левые нападающие. Абсолютно лучшим игроком чемпионата назван уже уехавший в Саудовскую Аравию Малком лучшим молодым игроком Сергей Пеняев. Сегодня день еще ясный. Завтра планируется пасмурный и душный. Такие данные принесли нашему метеокору Дарье Лисицкой народные приметы и научные выкладки синоптиков. Каким будет этот переходный от сухой жары к дождям период, сейчас узнаем. Ростовчане, всем большой привет. Сегодня по ощущениям намного жарче, чем вчера, поэтому не буду томить вас долгим ожиданием и перейду сразу к нашему любимому народному календарю. 8 августа Ермолаев день. Когда-то в этот праздник было принято собирать лекарственные травы. Наши предки знали, что делать это нужно днем, когда роса уже напитает своей влагой и мощью траву. Я, конечно, рада обзавестись природной аптечкой, но что-то мне подсказывает, что под таким палящим солнцем вряд ли сохранилась хоть одна росинка. Жаль, что эту примету можно попробовать только сегодня. Я бы сделала это завтра. К тому же синоптики обещают спад температуры и даже дожди. А вот когда они нагрянут в город, расскажу вам я через полминуты. В среду пока еще останемся без дождей и спада температуры не заметим. Ночью уже привычные плюс 24, малооблачно и безветренно. Утром солнце неожиданно не выглянет из-за облаков, но даже пасмурный день выдаст на термометры плюс 34. Да еще и влажность под плотными облаками поднимется до 60%. Западный ветер спасти нас от духоты не сможет. Его дуновение на 3 метра в секунду – мелочь для таких температур. Атмосферное давление впервые за долгое время на пару делений приблизится к норме – 755 миллиметров и ртутного столба на барометрах. Ультрафиолетовое излучение даже сквозь облака останется высоким. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире. Таким был Ростов сегодня. Каким он будет завтра, смотрите на Первом Ростовском завтра же в 19.00. Наши новости можно найти на сайте 1Rostov.tv и в соцсетях. Присылайте свои идеи, наблюдения, фото и видео, вся информация и контакты на сайте. В студии была Мария Филинкова. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин